здравствуйте друзья я художественно зачитаю вам вопрос даже зачитать вопрос художественно это уже половина ответа ну пошли доброго времени суток михаил у меня тут некий крик души хотел бы узнать ваше мнение насчет одной темы мое имя константин 29 лет я отношусь к той массе людей которые любят мыслить и жить в сослагательном наклонении если бы да кабы жил изо дня в день думая что вот мог бы сделать то и это а в итоге ничего не сделал не ну 29 лет это не обязательно это бонапартам то так а сейчас мол и время ушло поздно уже но я очень ошибался вот я тоже думаю что так через чур вы не так давно отвечали на письмо товарища из казахстана вообще это написано достаточно давно с полгода назад поэтому так полгода назад я отвечал на письмо товарища из казахстана для которого интернет-бизнес казался бизнесом будущем он действительно немножко заблуждался на этот счет но я думаю он имел ввиду информационный бизнес говоря грубым языком продажи воздуха с каким-либо смыслом но со смыслом это уже кое-что и действительно в то время когда я сам о нем задумался а это был 2007 2008 год в рунете это была практически пустая ниша но сейчас конечно уже все переполнено и очень много мусора так вот чем вызвано мое недовольство и насчет чего я хочу услышать от вас совет вы говорили что действительно надо стремиться сделать что-то полезное ну да если хочешь что-то получить сделай полезно и если это правильная страна как сша то это непременно вознаградится что думать надо не о деньгах а о том чем ты занимаешься неважно какая-то услуга творения или и прочее и тебе это будет что называется в кайф и в последующем это и прибыль начнет приносить просто само собой ну само собой не обязательно но во всяком случае если ты не делаешь то что ты любишь умеешь и тебе хочется делать конечно трудно это понятно но что я вижу в сети сейчас люди создают видео курсы на разные темы таки да есть действительно полезные например по изучению php java и так далее то есть для новичков которые хотели бы познакомиться с этими языками отдав какие-то смешные деньги очень здорово но чем дальше в лес тем страшнее к своему ужасу я начал обнаруживать все более и более примитивные видео курсы которые мог бы записать даже школьник компьютер для пенсионеров как пользоваться простейшими программами то есть банально объясняют как пользоваться блокнотом как запускать браузер при этом качество просто плинтусного уровня ужасный голос фоновый шум видно микрофон за доллар-два люди даже не редактируют и не обрабатывают видео всякие похлопывания шмыгане все это обязательно в бонусном комплекте к курсу степень деградации настолько высока что я не удивлюсь что скоро появятся курсы как подтирать свою пятую точку какую выбрать туалетную бумагу как правильно садиться и вставать и все это описывать и озвучивать с умным видом но в чем абсурдность она в спросе даже на такой курс я уверен будет спрос про пятую точку неважно хочет посмеяться или его просто интересно что где-то кто-то докупит и не один а если сделать грамотную рекламную кампанию в google adsense яндекс директе то любой такой шедевр будет обречен на успех помимо этого как я уже сказал курс может быть абсолютно черновым шумы паузы по две минуты какие-то заикания плевки и ужасно бесталанная речь там тоже будут присутствовать то есть ну видно а липчак больной на голову и не имеет представления о стандартах качества либо ему просто наплевать но как ни странно это продолжают покупать это все равно пользуется спросом тут на сцене по и на сцене появляюсь я с голосом и озвучиваем у меня абсолютно полный порядок у меня есть действительно много ценных советов для людей например касательно так называемого тайм-менеджмента по отношениям с противоположным полом окей но если я возьмусь за это я буду это делать чуть ли не идеальным по сто раз пересматривать записанный ролик по сто раз переделывать чтобы все было ну как конфетка чтобы пользователь который купит у меня этот курс понял это действительно стоящее вложение настолько увлекательно и приятно слушать и столько полезно но на фоне тех помоев которые заполнили рунет мне становится страшно я видел очень много примеров когда реально достойные курсы просто пользовались очень маленькой популярностью вот как кпд силы времени которые люди тратили на их создание не оправдывался они душу туда вкладывали реально делали что-то классное но отдачи 0 не так просто продать тогда смы зато какое-то дерьмо висела за счет рекламы в топе и трафик туда шел нереальный а там уже количество трафика перебивала его качество и люди покупали вот такие вот убогие курсы просто пачками да я даже в американском сегменте видел кучу книжек на тему как разбогатеть всякие системы а там обычное шаблонное меню из слов который можно найти в любой подобной книги и крик души заключается в том что чаще всего на моей практике какие-то мерзкие люди не прилагаю усилий зарабатывают большие деньги продавая реально воздух а другие которые вкладывают всю душу всего себя остаются неудел и как тут себя мотивировать что-то делать вот вопрос как мотивировать тратить время силы нервы на то что потом окажется никому не нужным а всякие курсы как развести девушку на секс за 60 минут с просто ахинеей для лохов будут заколачивать огромные деньги то есть можно за 30 минут что ли я да даже не знаю что там развод какой ну ладно но ю тубе также куча видео где какие-то школьники друг с другом играют в карты это видео просматривает от 500 тысяч до 2 миллионов человек понятное дело что такая же аудитория но тем не менее люди просто записывают абсолютно бесполезное видео которое ни один нормальный человек не сможет смотреть больше минуты и зарабатывают с ютюба огромные деньги я не могу сказать что это зависть если бы это действительно было что-то достойное как скажем у вас ваша школа путевка жизнь в сша это достойно огромного уважения но когда продают и выкладывают помои и зарабатывают на этом несправедливо огромные деньги весь энтузиазм все добро все тепло которое внутри куда-то улетучивает и желание что-то делать создавать стараться тоже вот друзья такая у нас проблема будем с ней разбираться по дороге ну что тут сказать друзья давайте я как-то водится издалека начну в человеческом обществе исторически есть две системы экономических которые противопоставляются друг другу и они действительно очень по-разному работают одна такая тоталитарная диктаторская экономика значит есть начальник начальник решает а есть рыночная где вот критика как раз вот нынешнего молодого человека она как бы критика рыночной системы и как бы на самом деле эта критика происходит в пользу тоталитарной то есть кто-то вот кто-то не рынок не люди а вот кто-то решает вот это ценная информация а это не ценная вот это профессионально сделано а то не профессионально сделано вот это достойно того чтобы там за это заплатить а вот это не достойно понимаете значит проблему в этом деле я поскольку жил и в той системе и в этой да вот я 35 лет прожил при большевиках и значит последующие 25 уже в америке значит я могу хорошо сравнить эти две системы я был очень продуктивным в ссср то есть я я делал полезное но получалось так что мне даже никто не мешал это внедрять то есть меня опубликовали мне давали возможность там тренировать переучивать преподавателей которые работали по тем методикам которые мы создавали то есть нельзя сказать что мне именно мешали как-то хотя конечно система не способствовала не мотивировала людей вокруг пользоваться чем-то что мы разрабатываем что было гораздо более эффективным но но были энтузиасты которым хотелось быть эффективными им никто не мешал вот так-то но тонкость том что заработать на этом ты не можешь ничего вот ты можешь быть в тоталитарном этом обществе тоталитарной экономики ты можешь быть очень эффективным и и у тебя при этом ничего не будет я видел людей которые являлись гордостью нации они были нищие вот я столкнулся с анатоли аркаевичем харлампиевым создателем борьбы самбо понимаете это был человек вот легенда живая книжки писал все у него квартиры не было он за квартиру вот он должен был там свободное время вести вот эту школу там самбо ленинского района города москвы где я вот у него и занимался за квартиру у него не было квартира если вы сейчас посмотрите там на то как жили актеры там многие известны там но на мордюкова я какой-то фильм документальный смотрел на в нищете жила вообще поэтому были такие что вы там как-то устраивались потихонечку да там где-то частные концерты давали хотя их за это там ну чуть ли только не сажали гоняли там и так далее поэтому даже казалось бы востребованные и признанные со всех сторон все равно влачили очень жалкое существование возвращаемся значит к курсам к этим я немножко даже обобщу то что вы тут говорите про учебные курсы на интернете тогда я обобщу в две стороны одна сторона не только учебные курсы а вообще что есть на интернете вот я ребятам вчера в онлайновом классе не вчера позавчера там у нас уже мы перешли к подготовке к интервью и я им скопировал два вопроса и ответа с одного веб-сайта веб-сайт называется там типа software testing help что-нибудь такое и там есть тема которая называется 50 вопросов там интервью questions по селениуму теста домашний тул такой и я два вопроса скопировал и там в каждом из них было несколько проблем проблем такого уровня что вот узнать как защищает человек по диссертацию там по математике а среднюю школу не закончил вот такого плана проблемы но то есть полная дитя ну но то есть полная фиаско людей как бы которые что-то пытаются рассказать на фундаментальных основах вообще всего я ребятам в классе говорю ну-ка вот давайте вы мне скажите где тут проблемы вот я в первом вопросе там три проблемы вопрос-ответ и там еще в самой постановке вопросы еще проблемы есть и дальше там второй вопрос тоже и надо сказать что групповым усилием я не хочу сказать что там из 100 человек каждый значит это сказал но как группа они мне четко прошли по всем вот этим позициям которые там были неверны ну то есть неверно это как бы мягко сказать а я для себя думаю а что это вот за сайт такой что он там и пошел посмотреть какой там трафик у них и так далее вы себе представить не можете вы себе просто представить не можете какой колоссальный трафик на этом веб-сайте соответственно значит монетизация даже трафик монетизируется соответственно какие-то там денежки там и так далее вот люди сидят там в индии под пальмой там слаб топом эти сделали такой веб-сайт на котором учат людей как отвечать неправильно на вопросы на интервью на безграмотном языке которого нет в этой профессии понятно да чем я говорю поэтому вопрос сейчас не в том насколько ценным является контент предлагаемые там а то что вообще вся система сортировки как бы до того что приносит google она не идеальна они работают они продолжают там это конечно лучше чем было вот когда-то когда google только возник вот там был яху это было все страшно что там был но она получше но все равно люди приноравливаются создать создаются там я не знаю сколько процентов 95 99 99 и 9 десятых веб-сайтов единственный смысл который только в том чтобы туда пришли сказали бы у это ерунда и кликнули бы на какой-то линк на ссылку которая рядом потому что если если контент реально ценный вам нет нужды кликать ни на что там зарабатывается меньше эти больше зарабатывается на кликах там где долго не просидишь поэтому мысль о том что какие-то люди не потратив ничего с низким с низкого качества контентом там и так далее зарабатывают какие такие деньги мысль это неправильно потому что они знают как зарабатывать эти деньги они знают как привлечь трафик они знают как его монетизировать и так далее значит вы говорите про там рунет и там есть какие-то курсы и вот эта вот фраза что есть полезные курсы по php по джаве там и так далее товарищ а с чего вы взяли что они полезные потому что это джава но ведь по джаве можно сделать бесподобный курс а можно сделать мусор реально мусор педагогическом смысле мусор это не значит что гениальный курс в педагогическом смысле гениальный будет хорошо продаваться а мусор педагогическом смысле будет плохо продаваться я знаю несколько не хочу называть вслух несколько педагогических продуктов которые очень как сказать разрекламированы очень известные скажем в российской федерации являясь при этом полным мусором с точки зрения содержания я почему знаю потому что я специалист вот каких-то там областях достаточно узких ну скажем там преподавание машинописи например методы обучения машинописи я хочу сказать что то то чего знает вся страна и то чего казалось бы самый писк это реально мусор то есть не то слово но но и минуточку но кто решает кому деньги платить или кому деньги не платить он может быть с точки зрения содержания мусор но они же его раскрутили они же в него деньги положили ты же просто так же не сделаешь чтоб вся страна знала сделай так что вся страна знала вот васю пупкина оказывается у него гениальный курс там по машинописи никто не видел правда как это происходит но об этом все писали его еще по телевизору показывали и всех о пупкин папа римский когда выходит с ним на балкон все спрашивают а кто это с васи пупкин вот этот вот вермолки кто это понимаете раз есть люди раскручены есть не раскручены есть певцы раскручены и не раскручены вы можете сказать это то же самое вы можете сказать вот там маша сидорова из города кургана поет там лучше чем три пугачёвы вместе взятых и и жанну агузаровой можно туда добавить пугачёвы все все лучше поет маша сидорова а ты раскрути машу сидору иди раскрути машу я на тебя посмотрю каких денег стоит это все раскрутить это же один талант вот вот вышел талант а где вы видели чтоб талант без раскрутки стал известен всей стране это что такое должно случиться нет конечно в современном мире вы можете день там спеть я не знаю там на ю тубе и и и вдруг каким-то образом вся страна о вас узнает но я такого чудо не припомню то есть из того что на ю тубе поют это конкурсы какие-нибудь то есть надо было попасть на конкурс пройти отбор там еще что-то поэтому раскрутка деньги и конкретный товар если этот товар пошел так если его покупают если нет такого чтобы все кто попробовал товар плевались бы на этот товар значит товар был достаточно хорош если я как допустим там специалист по методам обучения машинопись да говорю что вот какой-то там курс но устарел на там на 70 на 80 лет это потому что я знаю детали и людей которые знают эти детали их может быть там 10 человек там на весь мир ну и что а 99 и 9 десятых людей берут им нравится и они не знают что есть лучше и никогда не узнают и умрут счастливыми понимаете и я не могу судить я я не я могу сказать что мог бы сделать лучше но он сделал то что всем нравится послушать это это чем мало что ли иди сделай так что всем нравилось все довольны были customer satisfaction да иди сделай вот поэтому сам вот противоречие вот это она заложена в самом письме когда человек говорит вот люди делают качественный продукт и поскольку на интернете всего много то этот качественный продукт там затерялся и никто не знает он качественный или качестве вообще если он на свете и люди ничего заработать не могут душу положив а другие люди сделали какое-то там фуфло и да и они заработали послушай но те которые фуфло сделали они же участвовали в той же самой конкуренции они же вышли в том же самом интернете они на равных конкурировали с тем кто сделал хороший контент значит почему же человек который сделал хороший контент и не может ни копейки заработать не говорит я не умею зарабатывать почему он говорит что какие-то люди плохие потому что они умеют зарабатывать даже в плохом контенте а я не умею зарабатывать даже на хорошем но тебе же ведь никто не сказал что ты сделал дрянь тебе говорят что ты не умеешь на ней зарабатывать это чистая правда ну и так это нормально я его но хочешь заработать заработай научись и заработай поэтому значит возвращаясь к тому что я говорю да а я говорю что ты хочешь что-то иметь надо что-то дать миру дать что-то надо и что-то дать необязательно сделать такой курс который будет оплачен ты можешь что-то дать например сделав бесплатный курс сделайте бесплатный курс я хочу сказать что когда четыре с половиной года назад я начал записывать курс на русском языке я только-только начал там полгода у меня был курс онлайн и и в онлайн курсе у меня было первый набор там было 11 человек второй набор там был 18 человек вот такого плана и вот в это время я начал наговаривать вот тот курс на русском языке почему я начал наговаривать его на русском языке потому что мне как-то стало странно и обидно что люди живут вот там в россии и украине там и они вообще про нас не знают не знают что есть какая-то там портнов компьютерского была дискуссия на форуме одном с понтом профессиональным была дискуссия выяснять что они вообще не знают что есть такое может люди тестируют такой форум тестировщиков и никто не знает что есть какая-то портнов компьютерского этого боже вообще охренеть несколько так так быть не должно я решил вот я стал наговаривать этот курс там было десять занятий по два часа и мне даже готовиться не надо было поскольку я это все все равно рассказываю много раз но может быть слайдиков я сделал значит 20 часов я говорил и еще может быть там 10 часов потратил на подготовку там и так далее но что после этого произошло после этого у меня наполняемость онлайн класса с 11 там 15 18 выросла до сотни вот сейчас там сотня понимаете наверное по она тоже выросла вряд ли бы она осталась там на 18 или 20 но безусловно вот некоторая известность она дает тебе какую-то как коммерческую составляющего также как например трафик монетизирует сюда вот если там миллион человек пришли посмотреть на твой веб-сайт если ты его монетизирует что ты заработаешь в десять раз больше чем если бы сто тысяч пришли посмотреть на твой веб-сайт значит поэтому ты ты думай не о том где свое там бабло отобью гениально ты думай о том чтобы хорошее дело сделать вот руки опустились почему уж непонятно где деньги да не думай ты об этом у тебя есть хороший курс сделай хороший курс вывеси его бесплатно пусть люди доходят и слушают его про девушку пожалуйста какая тема там как соблазнить девушку там за там кто-то за час а вы сделать 30 минут а кто-нибудь видит конкурент скажет за 22 минуты потом за 15 минут за 16 минут и тогда я вам скажу что можно сделать такое что вообще ноль минут надо пойти к такой девушке которая сама на тебя бросается еще вообще соблазнять не надо было большая тема возникает желающих будет очень много но дайте качественный контент товарищ сделайте так чтобы людям сказали о молодец вот и и и дальше какая-то монетизация произойдется не думаете о том как это произойдет когда вы думаете об этом вы не пускаете ни деньги в свою жизнь не пускаете не не себя не пускаете в то чтобы сделать что-то ценное вы где я бы сделал ценно но руки опускаются сейчас сделаю ценное а там всякий фуфловый контент низкого качества туда-сюда ох они же так же миллионы зарабатывают ё-моё на фуфловом контент сразу знаете как в чужом глазу то бревно уже по пошло там вот да соломинка стала бревном в чужом глазу хотя в своем а свои глаза нет так вроде идея есть вот я бы мог но так и не сделал да ты сделай какой смысл делать если я не знаю как она мне вернется ну не делай значит как сказать пусть как у станиславского любите искусство в себе давайте они себя в искусстве себя в искусстве не уйдешь никому ты не нужен никому с собой в искусстве всем чихать на тебя а когда ты любишь искусство в себе ты становишься интересным понимаете то же самое здесь значит если ты любишь в себе свою способность там быть интересно свою способность давать ценный совет ну дай ценный совет никто не требует от тебя там какой-то виртуозного качества если бы я рассуждал о виртуозном качестве я бы делал одно видео в год а может быть и его бы не делал потому что смысла нет из-за одного видео морочится технику приобретать там и тогда должно быть годы на я сказал что я покажу две две разные вещи вот одна вещь мы говорили там про контент в интернете который там в поиске выходит а другая вещь на эту же тему мы все время имеем дело с больным софтвором да то есть вот мы тестируем его обучаем людей как это делать давить качество софтвора который вы покупаете за деньги даже чудовищно понимаете чудовищно почему это происходит потому что люди не готовы платить больше денег за более хороший софт там где они готовы платить появляется более хороший значит я помню время когда мы тестировали там windows приложение так там цикл был полгода а то и 8 месяцев а то и 10 понимаете потом между 10 там и 20 а то и пару лет могло пройти понимаете а тут что значит а тут у нас agile это как а это вот так две недели новый релиз две недели новый релиз туда уже на продакшен значит о каком качестве вообще речь то идет поэтому значит еще получается софтворнее мне сегодня софтвор не может быть качественным реально если только это не под там крылом у типа там министерство обороны или вот там food and drago administration да ну так она же тогда стоит каких денег чудовищных почему лекарства такие дорогие почему оборонка такая дорогая потому что там совершенно другое качество не несопоставимая ну так она же стоит как а мы же сегодня вообще за софтвор платить не хотим мы же хотим чтобы он бесплатным был и они как ладно будет тебе бесплатная год они только трафик давай вот приходи тут тут кликнешь там кликнешь глядишь и все тебе будет бесплатно но это бесплатно это откровенная дрянь человек о чем мы вообще говорим они чинят вот перед релизом но то что уже совсем нельзя не починить showstoppers такие вот они их чинят а на остальное время нет когда их чинить ты господи значит а какие деньги зарабатываются на некачественном софтвере страшное дело они еще знаете что сейчас делают вы сейчас такая концепция значит как бы такого краудсорсинга вот они допустим там какой-нибудь youtube я все ими сталкиваюсь как блогер значит у них там много серверов по всему миру и они говорят давай кого там новенький новенькую там фишечку сделаем и вот там на те два сервера повесим и люди которые могут с какой-то географии там будут туда приходить посмотрим на что они будут жаловаться они не тестировали толком то есть так как они тестировали чтоб наши враги так тестировали понимаете вот сейчас может народ что-нибудь такое а я-то смотрю все время что-нибудь да не работает вот вчера работала а не работает неделю не работают вторую не работают третью неделю не работает вот какая-то такая фишка которая уже там вроде два года стоит и уж вроде чем ей не работать тогда бах отключилась там отключилась здесь пропала тут вылетела вот они так сейчас тестирует софт вы думаете они убыточные что ли там с youtube нет отнюдь поэтому вопрос такой есть люди которые умеют продавать есть люди которые умеют производить люди которые умеют продавать не хотят продавать дрянь можете мне поверить люди которые хотят продавать хотят продавать качественный товар потому что продажа связано с инвестированием денег инвестировать деньги в продажу плохого низко качество товара бессмысленно ну то есть не то что уж совсем может быть бессмысленно но гораздо эффективнее если вы вложите в качественный в продажу качество товара чтобы этот покупатель кого-то вам еще там по посылочке там кто-нибудь пришел чтобы хорошие review были чтобы он еще раз пришел на какой-нибудь другой товар купил невыгодно дрянью торговать давайте не выгодно поэтому значит тот кто умеет продавать ищет качественный продукт чтобы его продавать так такая история если мы находимся в рыночных условиях вот но я такой что сама рыночность вот человеку не нравится кто-то там деньги положил значит в то чтобы где там на гугле там на yahoo где он там еще рекламировался я не помню на каких там поисковиках отвечу деньги не положил ты такой умный ты смотри вот человек с дрянью пришел деньги потратил и все его покупают он там в топах у его все покупать а ты чего не положил если ты думаешь что дело в этом положи тоже деньги иди одолжи нет денег одолжи скажи у меня качественный товар мы сейчас продадим больше чем те да сделай обоснование покажи что ты продать можешь не можешь продать ну так и скажи я не могу продать я буду искать того кто может продать мой качественный замечательный необычный прикольнейший продукт если кто-то вам поверит если вы сможете продемонстрировать что у вас прикольный продукт хороший продаваемый искать и так далее вперед а не сможете значит не сможете я рассказывал что когда боюсь соврать там почти 40 лет назад мне немножко пришлось из изучать давно так знакомиться с патентным правом изобретательской деятельности я в кб работал там все время люди оформляли и там вот на лекции был и там сказал человек который лекцию читал что общество в состоянии внедрить внедрить реально в жизнь только десять процентов достойных внедрения изобретений вы понимаете о чем еще достойных внедрения не идет речь о мусоре а квадратных спицах нет нет достойных вещах и это было 40 лет назад я думаю сейчас еще хуже с этим стал то есть сложнее масса народу масса идей информации конкуренция чудовищно там и так далее поэтому не умеешь продать начни продаж хочешь зарабатывать научись зарабатывать если вы научитесь на этом зарабатывать вам не надо будет делать свой контент вы будете просто искать тех у кого есть достаточно приличный контент приемлемого качества за те деньги которые вы считаете разумным заплатить за контент тот кто продает тот цену назначает если я могу продать ваш товар на чем я у тебя беру его по десятке продаю за 25 вы видите а я хочу 20 я скажу еще кого-то кто-то за 20 продать и найду другого кто согласится чтобы я за десятку у него взял и пошло и поехало значит нельзя одновременно получать бенефиты рыночной экономики и мечтать о бенефитах экономики тоталитарной директивной понимаете надо выбрать или одно или другое если ты говоришь я за рыночную экономику тогда тоже сказать я принимаю ее плюсы и и минусы и я не берусь судить качество того или другого а я смотрю на себя и служу себя могу продать не могу продать не могу продать не нужен кто-то кто это сделает за меня но вам придется ему доказать что у вас качественный контент поскольку сегодня это очевидно только вам вы говорите у меня качественный контент может быть вы и правы но вот тогда вы сами у себя купите понимаете если вы других убедить не может я когда-то занимался разработкой методов быстрого обучения вот машинопись и мы разработали этот метод и он есть у нас на канале есть плейлист кстати если вы пойдете посмотрите называется учим тайпинг я рассказал там ну в четырех сюжете как я рассказал там довольно много просмотров было там на одном там же 30 тысяч вот я рассказал но я когда сюда приехал в сша я думал что я этим буду заниматься потому что у меня было как уникальное знание и она была не субъективно уникальным она была объективно уникальным то есть я проходил апробацию там в ученых советах и и так далее то есть как бы никто не говорил что это может быть это я придумал что это уникально нет она была уникальна она была эффективна но такой труд за этим стоял чтобы это все пошло поехала внедрилась и так далее что я все сказал я не буду этим заниматься это был очень трудно очень трудно было отказаться от чего-то что тебя переполняет и все но я сказал я не могу мне надо жить я я еще чуть придумал вот и все вот так что сейчас не уже и как-то я и забыл мне не интересно там я видео это написал там четыре года назад три с половиной я думаю свой долг искать перед обществом выполнил значит рассказал кому надо там ночная идет кому не надо тем более я перед ним искать чист вот вот и все поэтому молодому человеку значит возвращаясь к противоречию которую нашел так сказать в том что я рассказываю и тем как жизнь реально устроена значит вы не уперлись еще в это противоречие знаете я переверну камеру вы не уперлись противоречие между тем что хочешь искренняя чисто так эти чисто как после баньки значит отдать в мир доброе хорошее и получить что-то за это поймать получить вот и непонятно как получить и и все и на этом все рушится вот так что вы я другому говорил вот а то что вы говорите это мне напоминает историю которая тоже рассказывал я повторюсь когда мне было четыре года родители на балконе не на балконе так на окне у них такая коробка фанерная была это подбрасывали какие-то крошки хлебные прилетали голуби и кушали и когда я спросил а что это у меня мама говорит вот они мы сейчас сегодня их подкормим зимой когда им трудно доставать червячков а ведь летом они нас отблагодарят давайте и я уперся в этой мысль про отблагодарят то есть то что червячков в смысле то что им хлебушка это понятно было но это как именно отблагодарят и мне летом мама я запомнил я маленький был но я запомнил его мама так и что же с благодарностью вот со стороны голубей она говорит так они сейчас на поле червячков кушает соответственно будет больше урожая вот нас вся страна значит получит лучший урожай поэтому вот руки опускаются понимаешь руки опускаются ты им свои личные крошки отдаешь они потом на всю страну значит урожай повышать вот то есть мы сейчас вот как в этой ситуации оказались с опускающимися руками вот вы просто покормите голубей потому что им холодно и они мерзнут и так далее не думайте о том что они вам летом червячков там день сидят в интересах всей страны можете рассказать людям как девушку охмурить вперед не можете еще что-нибудь расскажите без того чтобы знать вопрос а что я с этого буду иметь те кто этот вопрос задают как правило ничего не имеют кроме проблем что руки опускаются счастливо